Всем приветик! Сегодня мы поговорим об орехах, фундук и лещина. Я хочу вам рассказать свои наблюдения по этим двум растениям. Как узнал, не разбивая, хороший орех вы собрали или нет. Это личный мой опыт, не судите строго. А если что не так, подскажите и поделитесь, пожалуйста, своим секретиком. Если не жалко. А я никому не расскажу, ну кроме, конечно, своих любимых подписчиков. 8 лет назад мы посадили лещину и два фундука. И походу оказались фундуки два разных сорта. При покупке продавец сказал, что обязательно нужно посадить лещину, иначе не будет фундук плодоносить. И вот теперь она растет, и толку от нее нет. Я решила ее убрать в этом году. И чтоб добро не пропадало зря, скармливаю потихоньку кроликам. Вот это был первый фундук. Я его формировала на свой там вкус. И он получился невысокий и раскидистый. У него очень много плодов. Второй фундук я не обрезала и не трогала. И он вырос очень высокий. Все затеняет. И плодов мало. Они, конечно, крупные на нем, но практически плодов нет. По моему опыту я поняла, что обрезать их все-таки нужно. И брызгать нужно обязательно. Иначе все орехи будут с дырочками. А это уже сразу можно нести на мусор. В прошлом году я не брызгала. И все орехи мы выкинули. В этом году весной я их брызгала. Октара на 10 литров и хорос на 10 литров. В момент, когда начинает свисти акация. Орехи есть, но в следующем году я думаю сделать октару на 8 литров. Хорос на 10 литров, чтобы был лучший эффект. Так как все-таки встречаются орешки с дырочками. И не отделяется орех от зеленой оболочки. Орехи те, что падают, уже готовы. Если вот так потрусят ветки, я считаю, тоже готовые уже орешки. Можно собирать. Вот смотрите, какие орехи. Неплохие в этом году. Я довольна результатом. Конечно, это все орехи практически с одного маленького вот этого деревца. Так, сейчас быстренько все уберем. Потому что дождь может начинаться. В этом году погода просто ужасная. Постоянно льют дожди. А это помощница наша нарядная красавица. От нас не на шаг. Ну что, погнали в дом? Выяснять, какие орехи хорошие, а какие нет. Смотрите. Орешки целые, без всяких повреждений. Не темные, без дырочек. Они будут внутри 95% хорошие. Полностью заполненные. Смотрите, какие красивые. Так, смотрим дальше. Так, вот беру я орешек. Так, сейчас. Конечно, очень неудобно одной рукой. Так, секундочку. Сейчас я все исправлю. Настрою стоечку. Опачки, опачки. Маленькие. А что, маленькие? Ага, ну ладно. Так, все я подготовила. Инструменты, молоточек. Вот такой накидной ключ. Можно от 16 до 20 брать. Очень удобно. Сразу при помощи этого ключа и молотка можно много набить орехов, а потом их все почистить. Так будет очень быстро и легко. Вот я отобрала разные варианты орехов. Сейчас мы будем их смотреть. Когда в орехе дырочка, сразу можно их выбрасывать. Он будет или пустой, или там будет червяк. Вот сейчас мы посмотрим. Я еще тот мастер рукопашного боя. Смотрите. Внутри сейчас, в этом вот орехе, будет червь. Вот здесь хорошо видно. Поэтому такие орехи даже не стоит разбивать. Сразу на мусор выбрасывать. Вот следующий орешек. Он вроде неплохой, но слегка с одного этого подтемнел. Вот разбиваем. Я же говорю, мастер. Пусто. Пусто. Тоже на мусор. Не стоит тратить свое драгоценное время. Так. Вот смотрите. Берем сейчас орешки. Будем их чистить от зеленой кожицы. Кожицы. Этот хороший. Так. Вот здесь червь. Это сразу можно выбрасывать. Но проверим. Вот смотрите. Ничего. Все. Жил-балвась, а так ему и надо. Вот эти вот орехи. Видите, я отобрала все хорошие. Вот полностью. Это будут хорошие орехи. Можно даже и не переживать. Так. Сейчас пару штучек проверим. Вот они. Так, смотрите. Заполненный хороший орех. Так. Дальше чистим, смотрим. Так. Отлично. Хочу же найти орех, который очень плохо отделяется. Вот смотрите. Вот слегка. Вот чуть-чуть буквально весь хороший орех. Он слегка застрял. И смотрите. Вот, пожалуйста, результат. Все. Нет смысла разбивать. Это уже проверенный вариант. Смотрим дальше. Хочу еще один пример найти. Сейчас посмотрим. Так. Пока не попадается. Так. Еще пару тысяч ведер. И ключик у нас в кармане. Угу. Так. Сейчас пропустим это. Потому что меня сейчас камнями забросают. Скажешь, долго показываешь. Тянешь время. Никак не попадаю. О. Нет. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Чекай, чекай. О. Вот он. Красавец. Есть. Есть. Этот хороший. А этот нет. Нет. Смотрим. Мои наблюдения. Хоть целую гору орехов перебейте. Но, если орех с дырочкой. Или слегка потемнел. Даже чуть-чуть. Или не отделяется от зеленой оболочки. Все. Все можно смело выбрасывать на мусор. С грецким орехом. Точно такая же история. У нас растет два ореха. В этом году очень хороший урожай. Один орех у нас стоит ближе к лесу. И по забору, который между нами и соседями, постоянно бегают белки. И собирают с этого дерева орехи. Мои соседи мне говорят. Ты не представляешь, сколько орехов слопали эти белки. И говорят мне, чтобы я их гоняла. А я считаю, пусть кушают на здоровье. Им с каждым годом все труднее добывать себе пищу. Надо делиться с друзьями своими меньшими. Орехов хватит всем. Так, вот я взяла несколько орешков для примера. Смотрите. Вот такие. А вот, смотрите. Вот в случае темное пятнышко. И вот плохо отделяется зеленая шкарлупка. Это уже будет плохой орех. Там будет плесень. Ну или вообще, короче, никакого толку с этого ореха не будет. Можно тоже, как говорится, его выкидывать. Вот смотрите. Не знаю, мы такое не едим. Вот плесень внутри. Ну, такие экземплярчики встречаются, но очень редко. Тоже, конечно, брызгать надо. Смотрите. У нас орехи не мелкие, тонко шкурые. Вот, легко отделяются. Как говорится, нежадный орех. Потому что орех, который не вынимается там, плохо отделяется, называется жадным. Вот надо, конечно, еще орешки подсушить. Потому что он еще сырой, не подсушенный, поэтому так вынимается. Но я еще, конечно, тот рукожоп. Вот смотрите. Целый, полный орех. Это очень хороший орех. Сразу хочу принести свои извинения, что видео получилось немножечко затянутым. Так хотела я его снять и рассказать вам про все орехи. Но вот как-то не пошло. Несколько раз я его монтировала, перезаписывала. Все не нравилось. То звук, то еще что-то. Ну, уже простите. Уже еще раз просто нет сил этим заниматься. Ну, посмотрите, какие у меня орешки. Чуть-чуть подольше. Еще я не наловчилась чистить орехи быстро. Этим занимается мой муж. У него уже рука набита. Вот так, дорогие мои. Спасибо, что досмотрели до конца. Берегите себя и своих близких. Собирайте хорошие урожаи. И до новых видео встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok